А в Урмарском районе в День знаний свои двери распахнула новая школа. Этого праздника в деревне Шахобылово ждали давно. Старое здание признали аварийным, ведь оно было возведено в 1929 году. Ученики и преподаватели переехали в настоящий дворец. На новоселье в стране знаний побывала и наша съемочная группа. Преподаватель Вера Семенова и 8 первоклашек настоящие герои дня. Порог новой школы им посчастливилось переступить самыми первыми. Для ребят все в диковинку, а учительница вспоминает о том, в каких условиях ей приходилось работать раньше. Удобство на улице, печное отопление, сгнившие полы. Теперь им даже чебоксарские педагоги могут позавидовать. Потому что у нас все сейчас есть в классе, и компьютеры сейчас все есть, и теплая вода, и все у нас, и туалеты сейчас. Сейчас очень хорошая обстановка у нас сейчас в школе. Открытие новой школы – большое событие не только для учителей, но и для всех местных жителей. Построить этот дворец в районе планировали давно, но необходимых средств в бюджете не удавалось изыскать. С мертвой точки вопрос двинулся в позапрошлом году. Специалисты с большим трудом приняли старое здание в эксплуатацию. Даже капитальный ремонт здесь проводить не было смысла. Проект разработали, а работа закипела. Подрядчикам уже тогда поставили задачу возвести школу к первому сентября. Мы за год построили вот это здание, новые здания школы. Здесь все условия есть для учебы и занятий спортом. Столовые, медицинские кабинеты, три медицинские кабинета, кабинеты информатики, столовые, все прекрасное оборудование. Просторный спортзал, большой стадион, новая мебель и современное оборудование. Об этом ученикам приходилось только мечтать. На строительство нового здания с бюджета было направлено более 100 миллионов рублей. В таких условиях учиться плохо невозможно. От ребят ждут успехов. Примером подают известные на весь мир выпускники. Именно эту школу закончил олимпийский чемпион Валериан Соколов. И сейчас образовательное учреждение носит его имя. От мальчишек и девчонок благодарность от души. Наша школа просто сказка. И мы тоже хороши. Первый звонок в новой школе прозвучал для 90 учеников. Хотя места здесь хватит для 160 ребят. В деревне Шахобылово население растет с каждым годом. В детском саду уже сейчас планируют открыть дополнительную группу. С будущими выпускниками глава республики пообщался тет-а-тет. Разговор зашел о профессиях. Свой выбор многие ребята уже сделали. Некоторые мечтают стать медиками. Чтобы получать дипломы высшего образования, мы могли бы там тут устроиться. Так это вот желание есть, пристремление есть. Плюс на них наверху эти навыки, что добрый путь только можем пожелать. Строить такие же современные школы в республике намерены и дальше. Большие средства этим летом направили на капитальный ремонт старых зданий. Учебные заведения на селе теперь ничем не уступают городским. Учителя рады. Глаза горят. У учеников тоже глаза горят. Они жаждуют получать знания. А родители, конечно, они счастливы. Они хотят, чтобы их дети превзошли самих родителей. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика.